Деньги любят счёт. Депутаты госсовета Чуваши обсудили поправки в бюджет Республики. Деньги любят счёт. 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 в первую очередь. Для того, чтобы успевать по всем адресам, здесь увеличили штат сотрудников. Вызовы обслуживают 118 бригад. С учетом дефицита кадров, с появлением новых бригадской медицинской помощи, мы привлекаем к работе студентов медицинского колледжа, студентов Чувашского государственного университета медицинского факультета, ординаторов первого-второго года обучения, также волонтеров. И на сегодняшний день у нас работает 37 только молодых специалистов в качестве волонтеров. Конечно, они работают у нас на должности помощника фельдшера. Конечно, определенное время перед выездом к пациенту с подозрением на коронавирус занимает и экипировка. Защитный костюм, две пары перчаток, нарукавники и очки – все это необходимо для того, чтобы оградить себя от опасного вируса. Зато потраченные минуты с лихвой компенсируют специальные планшеты. Использование цифровых технологий ускоряет весь процесс оказания помощи. Постоянно на сегодняшний день все бригады скорой помощи оснащены мобильными устройствами. В рамках реализации регионального проекта по созданию единого цифрового контура в текущем году было приобретено 27 единиц мобильных устройств и переданы в Республиканские Центр медицинской катастрофы и скорой медицинской помощи. В планшете собирается вся необходимая информация, время вызова и выезда, адрес для оказания экстренной помощи, использование лекарственных препаратов, возможная госпитализация, больница, куда был доставлен пациент и многое другое. Все это ускоряет весь процесс и повышает качество обслуживания пациентов скорой. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика. На очередной 45-й сессии Госсовета Чувашии депутаты рассмотрели 13 законопроектов. Поправки в бюджет стали главным пунктом повестки дня. Подробности в материале Родиона Архипова. Поправки в бюджет нынешнего года и на плановый период 2021 и 2022 годов во многом зависят от развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Борьба с ней и профилактические меры требуют немалых финансовых вложений. Министр здравоохранения Чувашия Владимир Степанов рассказал о текущей ситуации в республике. Сегодня сегодня в республике развод 2680 используют для лечения пациентов скорой 19 подозрения мёж, что составляет 29,5% от всего поищного помощи у вас в республике. Медицинская организация, конструкциональная помощь пациентов скорой 19, комплитована двумя аппаратами экскорпоральной мембраны к 17 для оказания уже неотложной помощи самым тяжелым пациентам. 5 аппаратных комплектом томографии, 985 аппаратных ресурсов вентиляции лёгких, 1150 пациентов в пациенте, обеспечить ресторан 1 422 годни, обеспечить лекарственным препаратом социальной ментальной защитой достаточно средним на 60 дней работы. Для лекарственного обеспечения указано плотом на лечение в соответствии с разрешением появится Российской Федерации от 29 октября 2020 года за номером 2805-Р. В Чувашской Федерации направлено 45 миллионов 829,5 тысяч рублей. Проведены закупочные процедуры. Начало поступления препаратов ожидается буквально 17-18 ноября. В течение этого года параметры бюджета менялись несколько раз. В соответствии с законопроектом, республиканский бюджет на текущий год увеличивается по доходам в целом на 8 миллиардов 182 миллиона 300 тысяч рублей. При этом плановые назначения по собственным доходам уменьшаются на 1 миллиард 379 миллионов 900 тысяч рублей. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции сказывается на текущем исполнении бюджета, прежде всего на доходной части. Наблюдаем в этом году выпадающие доходы. Самые большие выпадающие доходы собственные наблюдались во втором квартале. Это снижение было от плана порядка 14%. По полугодию снижение к уровню 2019 года было порядка 400 миллионов, а от плана 800. Но по 9 месяцев мы мысли положить на динамику в плюс, но все-таки наблюдается отклонение от плана. Что касается 2021 года, плановое назначение республиканского бюджета по доходам увеличится на 652 миллиона 700 тысяч рублей. На 2022 год на 946 миллионов 900 тысяч рублей. В ходе сессии парламентарии одобрили кандидатуру Сергея Романова на должность уполномоченного по правам человека в Чувашской республике. Он должен пройти согласование в аппарате федерального омбудсмена по правам человека. С 1 ноября 2020 года в России прекратили выдачу бумажных паспортов, транспортных средств. Документы, содержащие сведения об основных характеристиках автомобилей, ПТС, теперь будут существовать только в электронном виде. Подробности в рубрике «Правовые новости». Все машины, произведенные на территории России или везенные из-за рубежа, могут быть зарегистрированы в подразделениях ГИБДД исключительно на основании ЭПТС. Но старые бумажные тоже пока в ходу. Что касается ранее выданных документов в бумажном виде, то они не потеряли свою силу и продолжают действовать наравне с электронными. Решить, менять ли бумажный ПТС на электронный или нет, должны сами автовладельцы. Бумажный ПТС может быть выдан взамен утраченного, испорченного, либо при невозможности дальнейшего использования ПТС по причине полного заполнения графы от данных прежних владельцев машины. Также с 1 января будущего года изменится требование к комплектации автомобильной аптечки для оказания первой помощи при ДТП. Так, в аптечку включены две одноразовые медицинские маски, а количество медицинских перчаток увеличено до двух пар. Бактерицидный лейкопластырь исключен из состава аптечки и теперь достаточно только его рулонного аналога. Также изменились требования к количеству и размерам бинтов, а количество стерильных салфеток увеличено до двух упаковок. Нужно отметить, что старые аптечки, то есть те, которые произведены или были укомплектованы до 1 января 2021 года, можно использовать до истечения их срока годности, но не позднее, чем до 31 декабря 2024 года. Хорошая новость ожидает и тех, кто в ближайшем будущем планирует приобрести жилье. Правительство Российской Федерации скорректировало порядок получения льготных ипотечных кредитов на покупку или строительство жилья в сельской местности. Напомним, что с 2020 года в рамках данной программы граждане могут получить льготный ипотечный кредит, размер процентной ставки по которому составляет от 0,1 до 3% годовых. Так, внесенные изменения предусматривают возможность использовать в качестве первоначального взноса средства материнского капитала. Также льготная ипотека будет действовать и для граждан, которые планируют построить дом на арендованной земле. Раньше земельный участок нужно было обязательно иметь в собственности. Дальнейшее развитие птицеводства обсудили на встрече глава Чуваши Олег Николаев и руководители группы компании «Мегамикс». Напомним, туда входит и местный агрохолдинг «Юрма». Сельское хозяйство Чуваши в 2020 году показало хорошие результаты, но еще есть куда расти и увеличивать объемы производства. Агрохолдинг «Юрма», который входит в группу компании «Мегамикс» – одно из ведущих в отрасли. Сейчас предприятию необходимо решить все вопросы, которые мешают поступательному развитию крупнейшей птицеводческой компании, замкнутым циклом производства продукции. Предприятие, как одно из крупнейших, имеет важное значение в целом для птицеводства в Чувашской республике. Я думаю, для вас это не менее, может быть, даже более важно, потому что это ваш бизнес. И здесь вот как раз вот это вот взаимный интерес. Тем более, есть у предприятия экспортный потенциал, а это на сегодняшний день поддерживается в целом и на уровне Российской Федерации. Генеральный директор группы компании Василий Фризен поделился дальнейшими планами. Планируется реконструкция и модернизация линий на комбикормовом заводе агрохолдинга, строительство новых птичников и совершенствование технологии глубокой переработки мяса для дальнейшего экспорта. Не помешает реализации этих проектов и скоропостижная смерть одного из акционеров «Мегамикса» Сергея Власова. Скоропостижно скончался мой друг, партнер, который очень многое сделал для предприятия, для «Мегамикса». Задают очень много вопросов, как будет предприятие развиваться, что. И мы тоже приехали сказать, что Сергей Сергеевич был партнером и другом, и он много сделал для предприятия. И как его папа сказал, что он был как солнышко в жизни. И мы будем под этим солнышком работать и развивать предприятие. В плане бизнеса вообще меняться не будет. На встрече присутствовал и руководитель Чувашским отделением Сбербанка Сергей Анисимов. Он подчеркнул, что финансовый институт поддерживает инвестора. Группа компании «Мегамикс» для Чувашского отделения – это крупнейший клиент для нас. И мы договорились о том, что будем активно поддерживать, развивать инвестиционную программу. В следующем году мы готовы начать инвестировать в проекты, связанные со сниеводством. У нас был проведен технический аудит, который подтверждает то, что это производство является эффективным. Это производство может развиваться, масштабироваться. Для нас это очень принципиально важно. И полное содействие со стороны Сбербанка в финансировании будет оказано. Новый инвестор агрохолдинга группа компании «Мегамикс» вкладывает серьезные средства усовершенствования производства, чтобы обеспечить выпуск качественной и конкурентоспособной продукции. А значит появятся новые рабочие места и увеличатся налоги. В Чувашии дан старт муниципальному этапу главный и самый престижный. Олимпиады всей страны, всероссийской школьной. О том, как она проходит в этом году, в нашем сюжете. Это крупнейшее в стране интеллектуальное соревнование школьников. Оно состоит из нескольких этапов. В муниципальный из 40 тысяч учеников прошли лишь около 12 тысяч. Впервые из-за непростой эпидемиологической обстановки решили не собирать ребят в одном месте, а провели предметные соревнования непосредственно в школах с соблюдением всех ограничительных мер. Школьники были готовы к такому сценарию. Ведь главное для них – иметь возможность проверить свой уровень знаний и сравнить его с другими. Я выбрал биологию, потому что в будущем я собираюсь стать медиком, и она мне само собой понадобится. Олимпиадные гонки проводятся по 23 предметам. Наиболее востребованы среди школьников – литература, биология, география, математика и английский язык. Это серьезные испытания для отрасли образования города Чебоксара. Это выявление самых сильных, самых талантливых, самых одаренных детей. И, кроме того, тех педагогов, которые хоть и остаются в тени, но, безусловно, проводят большую работу по тому, чтобы из школьников действительно появлялись затем будущие Ломоносовы. Многие школьники начинают готовиться к Всероссийской Олимпиаде уже с младших классов. Они выбирают интересующие их предметы, изучают их углубленно. Дети готовятся в большей части и в большее время самостоятельно. Также мы используем и дополнительные ресурсы, дистанционные уроки даем, либо они рассматривают видеоразборы каких-либо заданий. У них, конечно же, возникают вопросы, и они могут в любой момент подойти к учителю. Также мы занимаемся и после уроков. Школьники, которые покажут высокий уровень знаний, будут иметь некоторые преференции перед сверстниками. Главное из них – это возможность поступить в профильный ВУЗ без ЕГЭ и принятых в учебном заведении вступительных испытаний. Инесса Потапова, Александр Атяков, Республика. В Чебоксарах открылся межрегиональный фестиваль национальных театров юного зрителя и молодежных театров «Волжская сказка». Зародилась эта традиция пять лет назад. Именно тогда впервые в гости к артистам Чуашского тюза приехали коллеги из Татарии, Башкирии, Мордовии и Мариэл. Национальных молодежных театров в стране немного, поэтому так важны такие встречи. Здесь не только звучит на сцене родная речь народов России, здесь идет постоянный разговор о сохранении многонациональной культуры, о преемственности. В фестивале принимают участие шесть театров. Праздник открылся исторической легендой «Золотая кладовая» в исполнении артистов Чувашского тюза. Очень отрадно, что с этого года фестиваль будет носить имя Иосифа Дмитриева. Актер, драматург, режиссер, переводчик Иосиф Александрович внес огромный вклад в развитие и сохранение чувашского языка, культуры, в развитие театрального искусства. Я вам всем желаю ярких эмоций, незабываемых впечатлений. И пусть каждая постановка будет для вас праздником. Для каждого в фестивале готовится своя образовательная программа. Ведущие специалисты в области театрального искусства проведут лекции, практические семинары, мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству. Ульяна Питакова, Василий Дворников, Республика. Музыка присутствует в нашей жизни повседневно. Если для некоторых она становится профессией, то для большинства это все же увлечение. Петр Николаев из деревни Новой Маме и Канаджского района поет и играет на разных инструментах уже десятки лет. А ведь ему скоро в 90. С раннего утра в доме Николаевых звучит музыка. Петр Николаевич любит играть на скрипке и на мандолине. В детстве у меня не было никаких музыкальных инструментов. Когда я первый раз увидел нашего преподавателя музыки Павла Егоровича, он пока ведет беседу, а мне так хотелось, никого терпения, чтобы он сыграл что-нибудь нам. Но он только в конце урока взял скрипку. Вот полюбил я этот инструмент и начал играть. Играю сейчас с большой охотой, но годы дают знать. Музыкальная память немножко начинает хромать. И слух тоже самое. Поэтому некоторые произведения я без нот затрудняюсь играть. По специальности Петр Николаевич учитель. Он преподавал в школе русский язык и литературу. Там и встретил свою будущую жену Надежду Алексеевну. Вместе они уже 63 года. Музыка стала семейным увлечением. И я подпеваю иногда. Второй сын играет у нас на мандолине. Четвертый сын младший на гитаре играет. Вот полюбили, наверное, эту музыку. Любовь к музыке учитель старался передать и своим ученикам. Они до сих пор помнят свои первые выступления. Музыку мы никогда не бросали. Особенно наш класс очень музыкальный был. Благодаря Петру Николаевичу. Из 70 человек собрал он наш школьный хор. Коллектив очень большой был. Ну, интересно было. Все поступали. А потом, когда школу мы кончили, Петр Николаевич все равно оставался в деревне. Какие мероприятия были, он нас приглашал. Солидный возраст, увлечению не помеха. Петр Николаевич с удовольствием посещает репетиции народного хора ветеранов и играет в ансамбле. Без него не обходится ни один деревенский праздник. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Ростуризм объявил обладателей грантов. Два проекта из Чувашии вошли в число победителей. Один из одобренных проектов – городские легенды. На средства Ростуризма разработчики предполагают открыть новые маршруты, создать мобильные приложения путеводителей. Кроме этого, появится аудиогид на четырех языках. Второй проект реализует Транстур. Грант будет потрачен на приобретение туристского оборудования. Гранта на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляется впервые. Минпромторг России совместно с Агентством стратегических инициатив планирует подписать соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. К сотрудничеству приглашают крупные предприятия региона, часть из которых уже согласились войти в программу. 26 ноября. В Республике впервые отметят День чувашской вышивки. В социальных сетях уже набирают оборот акции в поддержку этого вида народного творчества. Вышивка – одно из древних народных ремесел. Мастера знали более 30 швов и около 40 видов вышивки. Традиции сохранились и по сей день. И хотя вышивальщиц сейчас немного, они сохранили притягательность этого искусства и создают на основе старинных узоров стилизованные и оригинальные детали одежды и украшений. Принять участие в акциях можно, выложив в социальные сети фото или видео в национальной одежде. Не возбраняется использовать орнамент в кулинарии, в украшении дома. Актуальный тренд нынешнего года – защитные маски. Их тоже можно украсить деталями вышивки. Ежедневно в интернете увеличивается количество участников. Участие проходит в соцсетях под хэштегами «День чувашской вышивки» и «Чувашская вышивка РЦНТ». Это были главные новости вторника, 17 ноября. А я с вами прощаюсь. До завтра.